Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью, иначе его не назовешь. Я думаю, Валерий Павлович более детально потом нам доложит по этой ситуации. Но я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, ну, а я так понимаю, их же допросили. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующую структуру Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. И публично, я попрошу пресс-секретаря, нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и что на сегодняшний день мы имеем. Сегодня ночью, примерно в 5 часов 30 минут, возле города Минска, было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члена военизированной организации, частная военная компания «Вагнера». Все задержанные имеют... Это абсолютно точно установлено, что это компания «Вагнер», частная компания. Выручьoped что-то, этоcardsя, задержался до сих пор рентгических wystей или сухой поверхности. bombsки bias, пухта монтальности не могутimes есть.